6 октября в Павловск со своим сольным концертом приехала известная исполнительница православных песен Светлана Копылова в 500-местном зрительном зале кинотеатра «Родина» «Аншлаг». Зрители начали собираться в фойе кинотеатра еще за несколько часов до начала концерта. И вот Светлана Копылова на сцене со своим музыкальным партнером-гитаристом Михаилом Оленченко. В первом ряду в числе зрителей сидит мама Светланы Алла Александровна. Она приехала вместе с дочерью на ее павловский концерт. Светлана Копылова Ее называют первооткрывателем жанра песен-притч. На этом поприще актриса удостоилась звания лауреата российских и международных конкурсов авторов-исполнителей. Песни-притчи – сюжетные истории о жизни, трогательные, глубокие по смыслу, заставляющие думать и взглянуть на мир совсем по-другому, без каждодневной суеты и сиюминутных проблем. Светлана на сцене не просто артист, исполняющий свои песни, но прежде всего задушевный собеседник. На протяжении трех часов длится беседа со зрителем на главной тему нашего бытия. Многие произведения, исполняемые Светланой и гитаристом Михаила Маленченко, настолько трогательны и проникновенные, что от слез не могут сдержаться даже мужчины. Сонг первый год потери страха, в заревом кровавом пламене. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше темно-русный, все при нем и силушкой стать. А за ним второй пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а следом еле поспевая, усевенила старенькая мать. О пощаде немца умоляя, план твердил он, важно расстрелять. В антракте Светлана любезно согласилась ответить на вопросы журналистов программы «Павловское время» телекомпании Дон ТВ. Светлана, скажите, вот из 160 песен, которые вы написали, какая ваша самая любимая? У вас есть дети? Да, трое. Трое. Какой самая любимая? Все. Это как в той песне «Баллада матери», когда мать не могла выбрать между двух сыновей, мне тоже трудно выбрать. Каждая песня по-своему мне дорога. Вы профессиональная певица? Нет, я вообще не певица, я на сцене только потому, что с Божьей помощью сама сочиняю песни, ну по крайней мере процентов на 85, музыка на 99,9 мая, с Божьей помощью, конечно. Вы в прошлом, в недалеком прошлом киноактриса, а как пришло вот это желание писать и петь? Ну, видимо, нереализованность была, существовала, и как актриса я не могу сказать, что я очень хорошо реализовалась, потому что у меня не было ни одной такой вот роли, которая бы, знаете, была из кадра в кадр, как вот, не знаю, такая первая главная. То есть у меня были главные роли, но они были второго плана, то есть я всегда была подружкой героя. Но когда мой путь уже направил свой вектор к церкви, к Богу, я поняла, что в кино я никак не реализовалась, потому что все труднее и труднее стала выбирать роли. В конце концов я начала отказываться. Видимо, творческий потенциал все равно существовал, и надо было реализовываться. Когда у меня появился духовный отец, вот что-то меня подтолкнуло, он мне ничего не говорил, и как-то так вот само пришло, ну, наверное, может быть, слышали такое вот желание писать песни. Хотя у меня был опыт, я писала для эстрадных исполнителей, но я поняла уже, что не могу больше заниматься подобным, и хочется что-то такое более серьезное для прославления имени Господа. Скажите, вот у Вас много песен о матери, вот с Вами рядом Ваша мама. Для Вас она кто? Вот духовно близкий человек, я уже не говорю там огромным. Может быть, вот как подруга, человек-наставник и помощник. Четыре. Что больше? Все вместе. Что больше? Мы все перечислили. Ну, и просто близкий родной человек. Радуешься иногда. Критик будет. Придираешься иногда. Критик будет иногда. Своё мнение рассказывают тоже. Спасибо. Светлана, скажите, у Вас бывают такие периоды, вот как для любого творческого человека, может быть, вот кажется, ну всё, вот выплеснуло, и всё, какое-то духовное опустошение. Есть такие периоды? Как Вы с этим боретесь? Поначалу у меня такие периоды были. Первый, второй, третий. Ну, ну всё, наверное, всё иссякло. Наверное, больше ничего не напишу. А сейчас как-то успокоилась, потому что планово громадьё. Я понимаю, что Господь меня ведёт ровно столько, сколько ему это надо. Мы видели в ролике, каким был храм и каким он стал, и уже он близок к завершению, когда уже есть купола. Там остаётся, наверное, только художественная роспись, да? Да, и вот скажите, ну вот какое Вы ощущаете чувство, когда приезжаете и видите, вот что Вашими трудами, Вашими, плодами Ваших, ну я не знаю, рук, души, наверное, Вашей, вот воссоздаётся это творение Господа. Вот скажите, ну какие чувства, первое, что Вы видите, вот увидите купола, и что у Вас в душе? Благодарение Господу, в первую очередь. Радость. Ну, конечно, радость я испытываю. И считаю, что в моей жизни всё-таки два главных дела – это песни и храм. И они между собой связаны, потому что я именно на концертах собираю милостыню. Это вот количество огромных людей, которые имеют отношение вот к такому благому делу. Скажите, ну последний вопрос, не буду долго мучать, о Ваших творческих планах. Громадьё. Даже трудно перечислить. Громадьё. Ну, мне хочется написать такой, знаете, альбом, в котором уже есть несколько задумок, есть несколько песен, на царскую опять-таки тему. Но это уже не Николай Второй, касательно не его, а вообще всего рода Романовых. И в этом году уже мы празднуем 400-летие. Но я в этом году не успею, к сожалению. Но всё равно не оставляю такой надежды, что Господь даст мне написать письмо, альбом, таких историй, может быть, анекдотических, которые происходили с нашими царями. Хочется написать альбом по заповедям блаженств. У меня есть альбом по заповедям Божьим. Хочется по заповедям блаженств. Удачи, успехов Вам. И несколько слов о Вашем партнёре. Михаила Ленченко. Мы с ним работаем два с лишним года. Очень сблизились за это время. Можно сказать тоже, что он мне уже и друг. И уже почти как родственник. Потому что очень много вместе проводим времени. Гастролей очень много. В среднем 15 концертов в месяц. Поэтому с мужем видимся гораздо реже. И с мамой тоже, чем с Михаилом. Миша окончил Гнесинское училище. Окончил академию. Маймонида в Москве. И он профессиональный. В отличие от меня. И талантливый очень парень. Работал у Александра Малинина. Кстати, практически Ваш земляк. Откуда? Мама из Нижнего Мамона. Папа из Росоши. Я всё детство провёл в Нижнем Мамоне. Меня пригласили. Да, это рядышком тоже. Всё, 30 километров. После концерта поеду к родственникам туда. Как тесен мир. Насколько, да. Но я Вам желаю успехов. Вы действительно тронули. Я сидела, плакала, когда эту песню Вы пели. Как Вы про матери. Когда она выбор делала, кого спасти. Это кошмар. Это просто слушать без слёз невозможно. И такая тишина в зале. И люди, вот, ну, самые разные люди здесь. Вот, с самых разных социальных слоёв, категории, возраста. Начиная от младенцев, которых там родители держат. И заканчивая уже людьми очень старшего поколения. И вот такая тишина в зале. Такой единодуши, я бы сказала. Единомыслие. То, что это очень большой-большой Ваш творческий успех, я считаю. Вот так всех объединить. Так что спасибо Вам большое за всё. Зрители самые разные по возрасту, социальному положению. Все эти три часа внимают каждому песенному слову, каждому звуку семиструнной гитары. Многие знакомы с творчеством Светланы и передают записки на сцену с просьбой исполнить любимую песню. У Светланы большое количество альбомов, песен, притчей. Все желающие смогли купить диски, календари, альбомы, её песен с текстами и нотами. На каждом своём концерте Светлана Копылова, выступающая в самых разных городах России и ближнего зарубежья, собирает средства на восстановление уникального храма Липецкой и Задонской епархии. Церковь в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Липовка Задонского района, построена в 1769 году в имении Бехтеевых. В ней крестили будущего поэта, царского гусляра Сергея Бехтеева. Это единственный из сохранившихся в наше время на территории Липецкой области храм, в котором служил святитель Тихон Задонский. Кроме Задонского, Рождество Богородицкого монастыря. Стараниями неравнодушных людей Сергийский храм постепенно возвращает себе прежний облик. Под седыми облаками Дон, как зеркало, блестит Над крутыми берегами Храм заброшенный стоит Из-под кровли обветшалой Пробивается трава Хорошо над фреской старой Гнезда ласточком свивать Гнезда ласточком свивать Пахнет сыростью Столетней И гуляют сквозняки Может, помнят Стены эти Как молились старики Безымянные могилы За алтарною стеной Тех, кто Господа любили Поравняли здесь с землей Поравняли здесь с землей И покуда храм Разрушен И на паперти ковыль Он похож на наши души Что без Господа мертвы И оплакивает Ангел Красоту Былое Руси Остается в покаянье Божьей помощи просить Божьей помощи просить Над крутыми берегами Храм заброшенный стоит Трехчасовой концерт Трехчасовой концерт проходит на одном дыхании Любимой певице благодарные зрители дарят и дарят цветы А под занавес долго не отпускают артистку, аплодируя стоя Хорошая душевная музыка Некогда для произведения просто пробуют на все Мне очень нравится Не так это легко как бы слушать Это все частицы трепещут от пения Сегодня, наверное, для павловчан Неожиданно может быть такой запоминающийся день Для поклонников, наверное, серьезного творчества Творчество, которое возвышает нашу душу Конечно, это может быть сложно для некоторых Но Светлана Кополова исполняет особые песни Песни, в которых поются о глубине нашей жизни Не о поверхностных вопросах Не о тех моментах, с которыми мы сталкиваемся постоянно Ежечасно, каждый день А именно о глубинных вопросах человеческого бытия О том, есть ли жизнь у нас после смерти О том, как мы должны относиться к своим родителям Как мы должны относиться к окружающим людям Несмотря, может быть, на какие-то трудности Несмотря на какие-то проблемы, которые сейчас присутствуют в нашей жизни И как по-настоящему, по-человечески мы должны относиться друг к другу Это трудно выразить словами И это так неожиданно Я вот сижу, просто сижу и наслаждаюсь И душой, и духом Только жалею, что на этом концерте нет моей дочери и моего внука Дочери и зятей Вот только об этом жалею попал Ну, очень, конечно, интересное мероприятие сегодня в нашем городе И что хочется сказать Во-первых, очень важные философские темы Этические темы подняты Подняты темы любви, братства, согласия, дружбы Сохранения того славного исторического наследия Духовного наследия, которым богата наша Родина, Россия Вот, ну и, конечно, думаю, что данное мероприятие Творчество Светланы Копыловой Оно в первую очередь будет интересно людям разных возрастов Разных профессий А в первую очередь тем, кто действительно интересуется темой своего становления Самоопределения Тех, кто интересуется И тех, кто неравнодушен к тем проблемам Духовно-нравственного просвещения нашей молодежи И подрастающего поколения И, конечно, огромное спасибо Огромная благодарность Признательность тем, кто организовал данное мероприятие И всем тем, кто посетил ее Спасибо Зоя Баркалова, Татьяна Сергеева, Павловское время